что пришло время отвечать на вопросы первый вопрос будет почему не делаете семинар в россии ребят вы сами видите что я начал очень много проектов и естественно когда уже прибыли со штанги нету так как мне уже я уже не уступаю два года и соответственно никто мне уже зарплату штанг как штангисту не платят от 100 процентов уже очень давно то соответственно как для жизни так и для реализации всех проектов нужно как нужно каждый зарабатывать деньги если я буду делать семинар в россии то мне не будет хватать этого на все да потому что у нас немножко цены другие у нас люди немножко не привыкли платить за семинар да для нас что-то это новое такое да именно в штанге смогли там про про фитнес про структоров по фитнесу как привычно кто это ребята из зала штангисты денег нет естественно вот поэтому скорее всего в россии будут семинары но будут не в таком количестве как за границей за границей люди привыкли платить платят хорошие деньги конечно же хочется больше ездить туда но про россию не забуду сто процентов просто сейчас период такое становление надо что-то делать собственно ими реализовывать и так далее поэтому нужны деньги на все григорина данный вопрос больше тебе по вашему секрет долгих крепких и полных любви отношений вопрос написали мне знаете мне кажется как и во всем очень важно быть честным потому что даже если у вас что-то случается то самое тяжелое это когда тебя предают будь то это друзья будь то это семья вот поэтому мы с такое такое возму такое слово как предательство и вранье то тогда в принципе ругаться больше не из-за что поэтому с григорина и ругаемся очень лет надеюсь что так и дальше будет следующее обязательно для достижения успеха чем-то жертвовать когда был спортсменом то постоянно находился на сборах и жертвовал семьей сейчас зарабатывают деньги за границей опять-таки страдает семья но такая вот судьба уж он и родителей спортсменов поэтому семьей жертвуешь больше ничем можно сказать что когда там молодой был жертву а всякими ненужными вещами такими как общение с дворовыми пацанами да конечно в том период в то время это было интересно сейчас я понимаю что она того стоило до почему нет до сих пор шлангеток собственного производства почему григорина у нас нет шлангеток до сих пор собственного производства григорина на самом деле занимается этим вопросом я тоже занимаюсь по мере возможности в россии в россии шить соответственно не выгодно да потому что дорогая цена выходит хотя мы общаемся с российскими производителями вот за границей было несколько контактов уже разрабатывались модели я уже видел держал их в руках но цена выходила очень дорогая да и когда там условно себестоимость выходит 6070 баксов да это хорошие сто процентов я ручаю что это хорошая пара качественная которая точно не развалится из натуральной кожи деревянный каблук есть настоящие штангетки до ручной работы но это 67 баксов себестоимость плюс надо что-то еще зарабатывать да поэтому в принципе выходил очень дорого и до цена за который я хотел бы продавать штангетки она просто не соответствовала тому что я держал в руках вы же покупаете штангетки не только из-за бренда из-за качества вам еще важен и внешний вид да поэтому когда я держу и вижу швы неправильно или еще что там нет не устраивает за такую цену вот поэтому сейчас мы студируем по возможности российские фабрики надеюсь что нибудь мы и сделаем про дизайн для футбола квинер спрашивали люди можно ли и интересно ли мне чтобы они рисовали что-то да и потом размещать это на футбол когда ребята очень интересно потому что проблемы с дизайнерами проблему с дизайнерами есть до сих пор мы все делали сами но теперь мы хотим конечно пойти дальше и нужны уже дизайнер но как и во всем всегда не хватает кадров профессионалов и так далее поэтому если у вас есть талант если у вас есть возможность что-то нарисовать интересное придумать что-то интересное пишите мне лично на почту пишите мне личного ватсап на телефон и будем общаться все естественно будет ребята оплачено и если что-то еще какие-то предложения есть я обязательно выслушаю вы пробовали себя в тяжелой атлетике пробовали себя 20 лет пробую себя пробовали себя в кроссфите нельзя сказать что я пробовался вкусе до сих пор и сейчас бодибилдинг может еще и powerlifting попробовать выступить никогда вот я уже говорил что никогда почему-то у что даже следующий вопрос идет вы подписали контракт с американской команды baltimore что это будет за соревнования вообще что это такое да подписал я контракт с американской командой grid лиги и вы возможно еще девяносто девять процентов людей которые смотрят мой канал еще не знаете что это такое но это разновидность ответвление такой от кроссфита то есть по сути этот кроссфит только командный командные соревнования как вот есть национальная футбольная лига в америке национальная баскетбольная лига в америке да то есть команды соревнуются между командами лично спортсмены а именно команды здесь тоже самое будет такое по кроссфиту вот одна из команд меня подписала я это не значит что я буду делать кроссфит прикол там следующем набирается команды из шести человек три пацана три девчонки это спортсмены из разных видов спорта например в моей команде моей команде из пацанов игорь зарипов гимнаст который вы знаете медрик локов штангист и мэтт фрейзер это второе место на кроссфит геймс 2014 года да то есть и также у нас три девчонки поэтому когда будет определенное задание где нужно больше акцент делать на тяжелую атлетику тогда да я выступаю с какой-то девочкой паре потому что мальчик девочка если какая-то гимнастическая это игорь зарипов если это какой-то кардио это пойдет мэтт фрейзер вот такая штука будет у меня в этом году начнется она если я не ошибаюсь в июне да это такие буквально пять-шесть матчей может быть восемь если мы пройдем дальше это опять таки это бизнес определенно это определенный рынок новый заход на американский американский рынок потому что будет транслироваться в прайм-тайм nbc то есть этот личный челлендж такой да вот и я уверен что вам это будет тоже интересно я это буду абсолютно все снимать на камеру я вам покажу постараюсь показать как устроен спортивный шоу-бизнес в америке до что-то на собственном примере я попытаюсь взять перенять и применить это уже в россии я думаю это будет интересный опыт и нам этого не хватает потому что зачастую у нас соревнования проходит кисло и так далее то есть для меня это будет очень хороший челлендж который даст мне много информации и вам тоже я уверен вам будет интересно пойдем загорать дальше потом продавлю а а Субтитры сделал DimaTorzok Так, вопрос Зачем готовиться на Кубок Ишанькина по бодибулингу? Несколько ответов на этот вопрос Первый, из-за чего я принял предложение Димы Ишанькина выступить у него на турнире Это из-за того, что Суть та же, что и тайские каникулы Вы уже давно все, кто смотрит Ютуб и телевидение Вы давно привыкли к тому, что у вас показывают все одни персонали То есть есть человек, он что-то показывает Есть другой человек, он опять что-то показывает Из разных областей есть какие-то профессионалы Но в моем представлении уже все давно показали, рассказали и так далее Поэтому, в принципе, если не придумывать что-то новое То, в принципе, вся эта движуха, она со временем закиснет Как в моем представлении закисает канал Югифтов Вот Поэтому Идея тайских каникул заключалась в следующем Объединиться Объединить свои усилия Объединить подписчиков Определенный интерес Сделать определенную синергию Объединение энергии И здесь же то же самое Дима Ишанькин позвал разных людей Из разных областей, так сказать Бадюк, да Какое он отношение имеет к менсфизику Да Вот Дим Клок Какое отношение к менсфизику Вот Но Так как я понимаю и верю в эту идею Что надо объединяться Поэтому я Диме Ишанькин сказал Что я с удовольствием приму участие Следующее Почему Я приму участие Потому что Мне это самому очень интересно Потому что Мне очень долго всегда говорили Вот И такой сухой Сухой Почему-то не будет дюдинг Вот сейчас Спустя почти 20 лет Своей спортивной карьеры Штангиста У меня появилось Окошко Для того Чтобы 2-3 месяца Потренироваться Целенаправленно Ну не целенаправленно Не 100% Конечно У меня нет времени Но все равно Уделить какое-то внимание Подготовки К соревнованиям По бодибюдингу По фитнесу Я бы назвал Скорее Потому что За такое время Невозможно набрать Огромную мышечную массу И Прослушаться Конечно Это будет такое Что-то Среднее Между бодибюдингом И менсфизиком Вот такая Средняя категория Вот поэтому Мне интересно Мне интересно Закрепощает ли меня Это В тяжелой атлетике Ну как бы Как вы видите Да То есть Была определенная Тренировка Грудных На следующий день Конечно Штанга Немножко висит Впереди Но опять-таки Сейчас я могу Себе это позволить Да Потому что Прошло там Два дня Я сам себе Сделал там Массажик Сходил в баньку Потянулся Потянул грудные Сделал Жимы Из-за грудных Рывковым хватом Раскрыл Все эти мышцы И я опять готов Делать Рывок Толщок Поэтому в принципе Нормально Если я этим сильно Не увлекаться И не лазить на большие веса При занятиях Бодибюдингом И фитнесом Не лазить на большие веса В рывки И в толщке То тогда Это не травматично И это можно совмещать В моем представлении Но Так это или нет Я скажу вам В конце апреля Когда закончится Кубок Ешеньки На побуде Крузингу Вот так вот Слышно Слышно Следовщи Вопрос, который Очень часто мне стали Задавать люди После того, как я начал удалять Из друзей ВКонтакте Вот Я не стал удалять И людей из друзей ВКонтакте Я стал их переносить в подписчики Для чего? Потому что Мне тоже хочется иногда следить За своими друзьями в социальных сетях А когда у тебя друзей Восемь тысяч, там девять тысяч Но как бы тяжело за всеми следить Поэтому я сейчас всех Собственно ручно, каждого Убираю из друзей Они остаются у меня в подписчиках И дальше уже своих друзей я буду Заносить обратно, да? Я удаляю прям всех подряд, там и Дима Берестов Попал туда, потому что я удаляю прям всех подряд Я не смотрю, потому что очень много Я уже четыре тысячи каждый раз тыкал Поэтому, ребят, скоро начнут друзья добавлять Следующий вопрос Почему видео, все видео, начиная с тайских каникул В плохом качестве В качестве 480 разрешения Потому что до этого я снимал на одну камеру На мыльницу на своё И в том виде, в котором я снимал В том виде я их забрасывал То есть в том качестве, в котором снимала камера Прямо с этой же камеры я загружал Очень удобно был на тот момент Вот, и Дальше познакомившись с Мишей Прагуновым Глядя, как он всё это дело монтирует Я решил тоже, думаю, ну, коль уж мы Подходим к сотке подписчиков в Ютубе Надо пора начинать тоже что-то делать Такое Вот, и я думаю, начну с тайских каникул Поехал, купил камеру Ребята мне там говорили Давайте скинемся на камеру Кокову там за 15-20 тысяч Я купил камеру, хорошую камеру Очень хорошую камеру Не пожалел Но когда я начал монтировать в Аймуле Тайские каникулы Качество почему-то ухудшалось То есть я снимаю в отличном качестве Забрасываю на компьютер Оно в отличном качестве Монтируем, объединяем Всё На компьютере смотрится хорошо После заливки его в Ютуб Качество ухудшается Я не пойму в чём дело, ребят Если есть возможность сказать в чём дело Может быть с программой что-то Может ещё что-то Я исправлю обязательно Вот, но есть такая проблема Следующий вопрос Про сушку Как часто вам приходилось сушиться И что вы знаете о сушке, ребят Я в категории 105 выступаю Блин, не соврать бы С 2003 года Вот уже, ну сколько, 10 10 лет, наверное, да Сейчас не бираю, что я 2 года не выступаю Вот, 10 лет я выступал в категории 105 И, конечно, приходилось мне всё много сушиться Как это делаю? Как я сушился? Ну, во-первых, если вы начнёте смотреть Старые видео на Ютубе Вы увидите то, что я всегда в одежде То есть я В майках тренировался редко В майках тренировался редко Потому что, ну что вы там, вспотеете в маечках Там пота-то будет ничего, да? Я же одевал там по 3-4 майки С длинным рукавом Плюс жилетку Плюс балоньку Вот, и поэтому У меня за тренировку ходило Там по 3-3 литра воды В чём особенность того Что я, как я одевался? Во-первых, вы должны понимать После того, как вода выходит С от организма Вместе с водой выходит Определённые там соли, кальций, магний Там и прочие полезные элементы Которые необходимы вашему организму И поэтому организм будет ослабевать Вот Соответственно Если у вас Вы одеваетесь Сильно везде Плотно, там куртку Неважно что То вы будете потеть по всему телу Я же укутывал Грудь, живот и жопу Грудь, живот и жопу Почему? Потому что плечи у меня больные Плечи желательно Если у кого тоже больные Не одевать, не укутывать Да, это не в майке с обрезанными рукавами Здесь тепло, здесь жарко Но когда вы тренируетесь Не надо так тренироваться Потому что это травматично Но Сюда несколько маечек таких Плюс жилетку сюда Но не на плечи Тогда у вас плечи и руки будут потеть не так сильно Также По икрам Если вы посмотрите видео У меня никогда В принципе я в штанах не тренировался Всегда шорты Причем шорт двое С ног и с жопы не жалко убирать Да? С икор почему я не убирал никогда В воду Потому что Во-первых Они начинают сводить их в подрыв Делаешь подрыв Он сводит Сводит мышцы И следующее То что у меня икры всегда маленькие Ну вот мне так не повезло У меня икры маленькие По отношению к геркушке Вот Поэтому Я не упутался Вот Ну и конечно же Ремень Без ремня Никуда Резиновый ремешочек Который постоянно со мной Вот Григорина тоже постоянно Ремешочек Поэтому Вот так вот Ну и Один из таких Смешных Смешных таких методов Сгонки веса Из личного опыта У меня самый большой вес был Утром 122 килограмма 122 утром Вот это мой рекорд В 2010 году Когда я готовился к Минску В 2010 году Нормальный вес Обычный 15-17 115-117 Да Соревновательная категория 105 Поэтому Прямо с 15 Или со 117 Согнать Ну где-то 8 В принципе Было легко То есть Я где-то До 110 До 109 Спускался Очень легко Дальше Начинались проблемы Проблемы Даже не в том Что пот не уходит Психологически У тебя тяжело Ты заходишь в баню А пот не идет Вот реально Не идет пот И ты за это Музаморачиваешься Ты начинаешь гнать По этому поводу Переживать И так далее Поэтому Что я для себя придумал Григорий Не даст соврать Обычно это Перед чемпионатами России было Потому что Перед Международной Церкви Старались Так не разъедаться Да и времени Там не было Сколько разъедаться Потому что После России До чемпионата мира Или Европы Там 2-2,5 месяца Ты не успеваешь Сильно разожраться А вот перед чемпионатами России Да Разъедались Ого-го И что я думал Что я делал Мы садились В григорийную машину Летом Россия же обычно Летом Да В июне В июне Июль такие Отворочные На мир И я одевался Полностью Укутывался Кофты Курки Двое штанов Там Кшапку Все что только можно Я накутывал Одевался Садились в машину И врубали печку На всю На всю Григорьевна сидит В шортиках И в маечке Вячеславович сидит Полностью Весь У мундирования Под печет градом И мы едем До Ростова По Ростову Из Таганрога До Ростова 70 км По Ростову Покатались А обратно Вернулись Вот эта дорога Вся занимала Может в общей сложности Часа 3 За это время Уходило очень много воды Если например Берем что я там Весил 10 Ну 3 литра Уходило смело То есть где-то До 107 После этого тура Я опускался То есть опять-таки Может позволить себе Хорошо покушать И так далее В чем есть прикол В том что Ты не загоняешь Психологически Ты едешь за рулем У тебя постоянно Меняется картинка У тебя случаются Какие-то ситуации На дороге То есть Вот такие вещи Вы должны для себя Придумывать То что отвлекает вас Да Вот для меня Это очень сильно действовало И вот ближе к соревнованиям Буквально 3-4 вот таких поездочки И у меня вес Уходил очень хорошо Такой фундаментально Отложенный вес Уходил И дальше уже Опять небольшие баньки Тренировка в одежде Да, Григорьевна? Да, особенно мне было хорошо Сидеть рядом И даже щелочку Не воля открыть Подышать воздухом Да Поэтому убирайте женщину Одевайтесь И в путь дороги ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И для некоторых людей Особо пиздливых Я никогда Не выступал на чемпионате России Никогда Вот отвечаю Никогда в жизни Даже мне предлагали У меня была возможность Но я никогда не выступал Видит Бог Поэтому не надо Бла-бла-бла ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, следующий вопрос Сталкивались вы с такой проблемой Как болезнь шлятора Если да, так как с ней тренироваться Да, сталкивался Я столкнулся с такой проблемой В возрасте Где-то 13 лет Через полгода Как я начал заниматься штангой У меня эта проблема образовалась Что такое болезнь шлятора? Это такое образование Сначала Сначала Такой Как хрящик Она мягенькая Вот И потом Она, короче, костенеет Пока она была мягкая Это где-то заняло Год-полтора Она очень сильно болела Невозможно было Ни приседать Ни тяги делать Ни рвать Ни толкать Постоянно Мучился с этим Но потом Она превратилась Просто в кость И вот уже сколько лет Там Я не знаю 17-17 лет Она меня уже не беспокоит Поэтому Просто перетерпите Кому интересно Можете почитать в интернете Что это такое Я читал Просто чтобы мне не рассказывать Просто почитаете Да Но это Болезнь Она именно у подростков У детей Вот когда они Слишком спортивные Слишком много занимаются спортом Обычно это у игровиков Вот Ну Почему-то у меня От штанги Такой получил Какие упражнения Из тяжелой атлетики Наиболее полезны Для любителей на мешков Я не тренер Сразу могу сказать Но Вот Из собственного опыта И собственного видения Я бы посоветовал Делать базовые упражнения Тяги Жимы Всевозможные приседания То есть Все разнообразные Базовые упражнения Но научиться делать их правильно Потому что Когда видишь Как люди тренируются Ты понимаешь Да Это приседания Но это неправильные приседания Которые развивают Неправильные двигательные навыки Развивают неправильные мышцы Мышцы не готовят Для рывка и толчка То же самое В тягах Тяга Это оторвал от пола И поднял вверх Да Ну До уровня Там Пульса Да Но это Этих тяг Может быть Огромное количество И Если вы их делаете Неправильно Не приближенно К рывку И к толчку Соответственно Мышцы будут другие Развиваться Не надо тем Кто начинает заниматься Штангой А именно Кроссфитеры Да Если смотрят Не надо сразу Налегать на рывки И толчки Потому что У вас ни связки Не готовы Ни мышцы Не готовы Связки не готовы Удерживать нагрузку Мышцы не готовы Правильно Поднимать штанги То есть Не вы Поднимаете Поднимает Ваши мышцы Поднимают Ваши связки И удерживают Также ваши связки Именно Не вы Головой Не надо Налегать на рывки И толчки Дмитрий Как вы считаете Стоит ли Учиться на тренера По тяжелой атлетике Или же Связывать Связывать Жизнь С тяжелой атлетикой Ведь В тяжелой атлетике Нет сейчас Больших денег Так как она Не пользуется Популярностью Знаете Кто Научился на тренера В других странах По тяжелой атлетике В других странах Сейчас Пожинает уже плоды Вот И так как В России Все приходит С поздничком Через 2-3 года То У нас Я надеюсь Через 2-3 года Тяжелая атлетика В России Тоже будет очень популярная Все таки Благодаря Крусвитту Но В то же время Нам какая хрен разница Из-за чего Вот Поэтому Советую Советую И я сам постараюсь Проложить максимум усилий Чтобы сделать Тяжелую атлетику Популярной Сделать ее модной Вот И мне кажется Что вообще Сейчас тяжелая атлетика Находится на том Пике популярности В котором она не была Никогда в жизни Я говорю мировую Не в России Не в Советском Союзе Потому что в Советском Союзе Она была Она намного популярнее Чем сейчас В России В Беларуси На Украине Но в мире Она сейчас На пике популярность Такого никогда В жизни не было Поэтому Учитесь И Есть там деньги Потому что Штангисты Просто штангисты Это Это Бедные люди Кроссфитеры Что такое Кроссфит Кроссфит Это люди Бизнесмены Бедные Богатые Это все Это огромный Пласт населения С разным уровнем Доставка Поэтому Когда сейчас Появился Кроссфит То появилось Очень большое Количество Разных Видов бизнеса Очень Вообще Нового вида Бизнеса Которого никогда Не было Кроссфит Создал Этот бизнес И Там есть Деньги Поэтому Если вы Наляжете Сейчас То будете Востребованы Следующий вопрос Какие планы По развитию Вашего канала В YouTube Мечта моя Мечта моя Сейчас уже Не когда я начинал А сейчас уже Довести Его до такого Уровня Это не уровень Я бы хотел Чтобы этот Канал Работал На Федерацию Тяжелой И на всю Тяжелоатлетию Я хотел бы Чтобы На этом канале На этой Платформе Создалось Тяжелоатлетическое Телевидение Включив Которые Вы каждый день Можете посмотреть Разные выпуски Каждый день Исторические Хроники Интервью С известными Тренерами Спортсменами Выездные Видео Со сборов Все возможное Поэтому Я надеюсь Что Когда нибудь Мы с федерацией Будем в более Комфортных отношениях Нежели сейчас Потому что сейчас Сильное напряжение И Не та атмосфера В которой Хочется Делать то О чем я только что Сказал Поэтому Надеюсь Что Канал Будет Тяжелоатлетическим Телевидение Все Пока Все Пауза Вот так Тренируется Спортсмен Всю жизнь Становится Семикратным Чемпионом Мистер Олимпия Его потом Берут И незаконно Используют Для рекламы Аптеки В которой Продаются Анаболики Мне кажется Роне Кольману Было бы не особо Приятно Увидеть Где-то вывески Ну что Подошел Наш отдых С Григорием К концу Пришли мы Последний раз Поплевать В море С погодой Нам не особо Повезло Так как Здесь не сезон Григорина Очень хотела Сделать Дайвинг Мечта Ее была Дайвинг Сделать Мы уже Купили билеты Все Но В этот день Штормило море Сегодня Штиль Но в тот день Штормило море Мы не поехали Вот Поэтому сейчас Мы поедем Уже в аэропорт Ребята Еще один вопрос Находясь на море Будут ли Тайские каникулы Часть вторая Мы уже Работаем В этом направлении Мы уже Сняли виллу Пока По составу Говорить рано Так как Дима Ишанкин Сказал Дожить бы до этого Времени Но виллу Мы уже сняли Поэтому Сейчас вы посмотрите Видео Где Участники Второго сезона Тайских каникул Будут жить А мы тем самым Временем Пока Поедем в аэропорт Далее Продолжение следует... Григорина... Люди спрашивают Почему я тебя называю Григорьевна Почему я тебя называю Григорьевна Уважительно-ласкательная Уважительно-ласкательная Ей нравится Я хочу ссорить Субтитры подогнал «Симон» На все вопросы Конечно Ответить не получится Потому что Вопросов я Начитался Вконтакте И в инстаграме И в ютубе Очень много Но ребят 70% Вопросов Которые задавали Я уже на них отвечал Отвечал Видео На своем канале Их у меня там Уже 600 Может быть даже больше Поэтому если интересно Не спеша пересмотрите Вы найдете для себя Очень много интересного Очень много полезного Особенно самые первые видео Где мы снимали Со Славиком Ригертом В Таганроге Поэтому просто посмотрите еще раз И Последний вопрос Который я выбрал Это Дмитрий Как можно встретиться с вами Имеется ввиду Встретиться Вот Я нахожусь Каждый вторник Среду и четверг У себя в офисе В офисе Виннер В спорткомплексе Олимпийском Офис 3-6 Поэтому Если есть желание Конечно Предварительно Лучше позвонить Написать мне Напрямую Ватсап Я отвечу И обязательно Приходите Всем будем рады Да Григорьевна Григорьевна Чаем на вам станопоет С печенюшками С конфетками Все Мы сейчас кушаем И дали-дали В Москву Редактор субтитров А.Семкин